В квитанциях за коммунальные услуги теперь появится больше информации. Единый для всей страны образец платежки рекомендовала Минрегионразвития России. По мнению чиновников, таким образом система начислений станет более прозрачной и понятной для жильцов. Юлия Першина продолжит. Печатный станок в едином расчетном центре не смолкает ни на минуту. В сжатые сроки нужно успеть напечатать почти полмиллиона квитанций. Свежие платежки за сентябрь упаковывают в конверты и передают почтовикам. В руки жителей Екатеринбурга они попадут уже на следующей неделе. Это чуть позже обычного. Задержка случилась из-за изменений в федеральном законодательстве. Потребители получат квитанции новой формы. Образец рекомендован по всей стране. Впервые в этом месте жители получат уже иную форму. Она, во-первых, выглядит и конверт другой, и, собственно, квитанция не как раньше привычно, она была вертикальная. Она теперь горизонтальная информация, в ней сами видите, стала больше. И действительно изменилась не только форма, но и содержание формы платежного документа, единого для всей страны, утвердила Минрегионразвития. В квитанции есть новые поля и новая информация. Прежде всего, это касается данных об индивидуальном и общедомовом потреблении коммунальных услуг. Личные и общие суммы теперь указываются в одной строке с названием конкретной услуги, будь то отопление или электроэнергия. Вот у нас появилась графа с показаниями индивидуальных приборов учета. Если есть на доме, то общедомовых. И указывается суммарный объем потребления услуг, как в целом в доме, так и в местах общего пользования. То есть раньше этой информации не было. Появилась таблица с расшифровкой всех перерасчетов, указывается услуга, месяц, либо несколько, если перерасчет длительный, и основание перерасчетов. Обо всех изменениях жильцам по закону должны были сообщить управляющие компании. Если этого не произошло, коммунальщики готовы ответить на все вопросы потребителей. Тем более, что вместе с квитанциями нового образца, жильцам нужно будет разбираться и с новыми тарифами на некоторые коммунальные услуги. Основная цель нововведения сделать более прозрачной и, насколько это возможно, понятной процедуру расчета за коммунальные услуги. Впрочем, как показывает статистика, любопытством отличаются не больше 15% потребителей. Остальные, как правило, в детали не вдаются и просто оплачивают указанную в квитанции сумму. Юлия Першина, Юрий Чернышев, информационная программа «День», Екатеринбург.